Привет, ребята! Великолепно вернемся к ЮНРИС БЛАГАДЕГРЕАЦЦИИ. Для сегодняшнего видео, давайте поехать на наш любимый стран, который называется Россия. Привет и спасибо за нашим русскими друзьями. Как вы все знаете, если вы делаете хорошо и прекрасно. И название этого видео, как вы можете видеть в моих тумнах, «Поставители о русском армии. Что думают американцы вообще о России?» О, мой бог, это очень интересный из названия. Я знаю, что люди любят слушать это и слушать. И кредит к ЮНРУ, также с видео «Ньюсул», которые я поставлю в описании, чтобы вы также можете связаться с ЮНРУ этого видео. И если вы новы к моему каналу, просто нажмите на кнопку подписчиков и нажмите на кнопку подписчиков, чтобы вы обновлены в будущем. И если вы получили комментарии и предложения относительно этого видео, или какие-то русские видео, которые вы можете предложить, пожалуйста, напишите в комментариях, посмотрите и отвечайте всем, и сделайте свои предложения в видео. Давайте перейдем, ребята. Америка и русские, они действительно всегда имеют это. Как всегда, они действительно имеют что-то сказать с другими людьми в этом стране, потому что я думаю, что эти две страны очень прекрасны с другими людьми, и они действительно имеют эту классную идею, как всегда. И давайте посмотрим и слышим о том, как у США или Америки говорят о русском армии или милитарном армии. И я надеюсь, вам понравилось смотреть и слушать с этим, и я тоже хочу услышать с вами в комментариях. Какие ваши комментарии относительно этого видео, также. И пожалуйста, нажмите на кнопку вверх, чтобы русский и английский, чтобы мы могли понять с другими другими людьми. Давайте я читать немного информации относительно этого видео, ребята. Какие украинцы о русском армии, о том, что они действительно думают о русском армии? Для правильной причины, для родителей, для семьи и не для пакетов социальных, гарантий, финансы и правительственные декорации. Украинцы о русском армии всегда считают, как результат, глубокий респект для них на стороне с армии в других странах. Это всегда было, что мы хотим знать, что украинцы о русском армии действительно думают о русском армии. Украинцы о русском армии, деятельности, деятельности РФ в Сирии, не только в новом вопросе этого канала, новый солдат. Можно ли судить о боевой способности страны, только лишь исходя из ее расходов на армию. Что на самом деле думают об армии России в США? За правое дело, за родину, за семью, а не за социальные пакеты, гарантии, финансы и льготные налоговые вычеты сражался всегда российский солдат. Как результат, глубокое уважение к ним со стороны воинов других стран. Так было всегда. Так ли это сейчас? Узнаете из сегодняшнего выпуска. Приветствую, на связи Нью Солдат. Хотите узнать, что на самом деле думают об армии России в США? Тогда смотрите внимательно, мы начинаем. За последние 10 лет Россия сделала большой рывок в плане оснащения армии новыми, качественными и эффективными видами вооружения. Такой вывод можно сделать не только по сообщениям в СМИ, но и по нашим выпускам. Посмотрите в картотеке канала, сколько сюжетов мы уже посвятили различным видам оружия. При этом большинство из них – это новинки, не имеющие себе аналогов в мире. Но дело даже не в вооружении российской армии. Несмотря на огромный бюджет армии США, американские военнослужащие боятся вступать в противостояние с отечественными солдатами. Примечательно, что главной причиной тому является зашкаливающий уровень патриотизма защитников России, который пугает их американских потенциальных противников. В частности, на данное обстоятельство было обращено внимание в материале Федерального агентства новостей. Так, источником со ссылкой на материал авторского канала Яндекс.Дзен было подтверждено данное утверждение на примере разговора автора Дзен-канала, оказавшегося переводчиком, ранее служившим в армии РФ, с американским бизнесменом, в прошлом принимавшим участие в вооруженных конфликтах в составе ВС США. Американец честно признался, что изначально я пошел в армию, чтобы работать в горячих точках и получать за это большую зарплату. «Если бы невысокая зарплата, я бы вряд ли бы так сильно рисковал своей жизнью». Такой менталитет большинства американцев. Пояснил иностранный бизнесмен основную мотивацию военнослужащих США и основную причину их готовности рисковать своей жизнью. При этом им было указано на принципиально иное положение дел в российской армии. «Вы же, русские, за свою родину и медведя уложите». Собеседник российского переводчика отметил, что причиной подобного положения дел является то, что в российскую армию все идут обязательно независимо от денег. В итоге в военнослужащих России сразу закладывают патриотизм, чтобы в случае чего отразить натиск врага. Как следствие, россияне зачастую оказываются настолько сильно мотивированы на противостояние с врагом, что меркантильные американцы боятся вступать с ними в бой из-за страха понести потери, несовместимые с их зарплатами. Что скажете, друзья, насчет патриотизма? Согласны? Делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях под видео, а мы продолжим. Обратимся немного к истории, но не будем вспоминать далекие события времен Корейской или Вьетнамской войны. Тогда советским и американским военнослужащим доводилось сталкиваться в открытом бою, причем большей частью воздушном. Рассмотрим более близкую к нам по времени историю – нынешнюю точку соприкосновения армии России и Соединенных Штатов. Она, как вы уже наверняка догадались, находится в Сирии. Именно тут каждый из стран старается продемонстрировать свои стальные мускулы. Понятно, что боевые действия не ведутся, но бесконфликтных ситуаций не обходятся, что объяснимо разными интересами и поставленными задачами. Стычки на дорогах в Сирии – явление достаточно регулярное, несмотря на взаимные договоренности командований российской группировки и американского контингента в этой стране. Понятен и эпизод старанным БТР-80А бронеавтомобилем РАП с надписью USA Army на борту, который пытался остановить российскую патрульную бронегруппу на северо-востоке Сирии. Стороны обменялись взаимными обвинениями – у американцев пострадали четверо военнослужащих. Но вновь договорились о неприменении силы и поддержке контактов по установленным каналам связи, дабы избежать подобных инцидентов. Однако, американские военные не успокоились и решили отомстить наглым русским за этот эпизод. В общем, решили проучить и продемонстрировать свое преимущество. В ряде американских СМИ появились сообщения под заголовками типа «США в Сирии готовят массовую зачистку русских военных», «Мы не можем позволить запугать нас» и так далее. В СМИ тогда цитировало издание «Чикаго Трибун», заявившее, что американские силы на территории Сирии предприняли несколько попыток атаковать российских военных на подконтрольной территории, что должно стать рефлекторным ответом на таран американского бронеавтомобиля. При этом месть выражается прежде всего через атаки со стороны курдских отрядов сирийских демократических сил, поддерживаемых США. Попытались американцы проучить русских и собственными силами. Что на самом деле произошло в Сирии во время показательной порки неизвестно, но по крайней мере Министерство обороны России никаких заявлений по этому поводу не делало и о недружественных действиях военнослужащих США не сообщало. А вот американские СМИ написали, что 10 сентября 2020 года армия США попыталась атаковать Россию в учебных целях, однако несогласованные действия командования привели к фиаско. Ну, с провалом все понятно, но вот что значит учебная атака? Несовместные же маневры проводились в Сирии. Как вы считаете, друзья? Делитесь своими соображениями по этому поводу в комментариях под видео, а мы пойдем дальше. Если проанализировать публикацию в издании Defense News, которая опубликовала это сообщение, то попытка атаковать в учебных целях имела место быть, однако провалилась еще до ее начала. Обозреватель этого издания, Валерий Инсина, делает в своей статье упор на то, что система управления военными действиями ABMS еще не в полной мере нашла практическое применение. Понимая, что это ABMS предназначено для управления боевыми действиями именно ВВС США, речь могла идти о противодействии русским с использованием авиации. Скорее всего, без пилотников, которые должны были либо поразить цели, американцы хотели в очередной раз остановить патрульную бронегруппу, либо посредством разведданных нацелить на колонну сухопутные подразделения. Что-то пошло не так у продвинутых американских военных с попыткой учебной атаки. То ли кнопочки на современных компьютерах залипли, то ли, как утверждает эксперт Инсина, военнослужащие США еще не полностью перешли на передовые технологии. То ли отсутствует слаженность и командная работа. Можно еще, конечно, предположить, что руку к этому провалу приложили и российские средства РЭП, а также переносимые комплексы противодействия дроном, однако американцы на них в данном случае не ссылаются. Итог операции военных США плачевен. Даже действуя по заранее отработанному сценарию во время учебной атаки, армия попросту растерялась и не понимала, что делать, констатирует Defense News. Армия США приучена действовать по инструкции, и если что-то с ней не совпадает в реальных боевых действиях, то американские военнослужащие просто теряются и не знают, что им предпринять. Вся крутизна сразу теряется, если пропала связь или нет четкой команды на дальнейшие действия. Ситуация с учебной атакой в Сирии – это характерный пример для американцев, которые банально провалили на начальном этапе боевую операцию по причине плохой связи и отсутствии взаимодействия между разными подразделениями. А российские военные, которых они собирались проучить, спокойно покатили себе дальше, даже не догадавшись, какая месть их поджидала. И уж точно не стали бы запрашивать, как действовать дальше в случае возникновения преграды на пути. На таран, так на таран. Это тактика российской армии – действовать как бог на душу положит. Немного безбашенно, как придется. Главное вязаться в драку, а там посмотрим. Здесь можно вспомнить события так называемой «пятидневной войны» в августе 2008 года – операции вооруженных сил РФ по принуждению Грузии к миру. Грузинскую армию длительное время муштровали американские военные инструкторы, которые лепили ее по своему образу и подобию. В боевом наставлении армии США, например, четко прописана ситуация столкновения при наступлении с огневой точкой противника, с пулеметом или с вооруженным отрядом. Следует остановиться или отойти на безопасное расстояние, связаться со штабом, передать координаты и вызвать огонь поддержки. Потом, получив подкрепление, продолжить выполнение задания. Именно так грузинские военные в Южной Осетии и поступали. Результат известен. Отбросили едва ли не до самого Тбилиси. Как действовала российская армия? Был получен приказ войти в занятой грузинской стороной Цхинвал. Тактическая батальонная группа, в составе которой насчитывалось 30 БМП, усиленные танковой ротой, при поддержке артиллерийской батареи, отправились вытеснять превосходящую на тот момент по силе грузинскую армию. Зная при этом, что со стороны горе выдвигается грузинская танковая колонна численностью до 70 бронированных машин. И если пехота натыкалась на пулемет или танк противника, то сразу старалась их уничтожить своими силами. Если бы генерал Анатолий Хрулев ждал подхода основных сил 58-й армии, а не сразу ввязался в драку, то ситуация могла бы сложиться совсем иначе. Грузинские танки дошли бы до Рокского туннеля. В Сирии российская армия тоже действует по принципу, если приказ получен, то его надо выполнять, а не смотреть на обстоятельства и не сетовать, как американцы, что компьютеры не той системы. Как вы считаете, друзья, всегда ли себя оправдывает такой принцип? Делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях под видео, а мы продолжим. Россия остается великой державой благодаря высокому профессионализму своего военного состава и их способности решать поставленные задачи. Такое мне выказал руководитель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью газете The Wall Street Journal, частично опубликованном в СМИ 13 декабря 2020 года. Их, российские военные, очень умелые и очень профессиональные. Их не так много, как было в советское время, но они очень умелые. На самом деле Россия и есть великая держава. Это не вызывает сомнений ввиду их возможностей, заявил он. В числе достоинств вооруженных сил России он назвал умение находить нетрадиционные способы решения поставленных задач, а также высокий уровень боеготовности воздушно-космической и кибернетической составляющей российской армии. В этой связи он указал на опасность недооценивания вооруженных сил России. Здесь уместно будет напомнить, что еще в декабре 2019 года ведущий научный сотрудник Центра военно-морского анализа в Арлингтоне, штат Виргиния, военный эксперт Майкл Коффман не оставил камня на камне от исследований, согласно которым Россия не входит даже в топ-5 стран по уровню оборонных расходов. Он предупредил, что США и Европа пребывают в опасном заблуждении. Тогда эксперт отреагировал на публикацию докладов, в которых Россия была представлена в карикатурном виде как страна с мизерным оборонным бюджетом. По мнению Майкла Коффмана, такая оценка не выдерживала критики. В своих расчетах аналитики ошибочно исходили из среднегодового обменного курса валют. Получалось, что в год Россия тратила на военные нужды 60 миллиардов долларов, то есть сумму, сопоставимую с оборонными расходами Великобритании и Франции. Однако для тех, кто знаком с российской программой модернизации вооруженных сил, была очевидна вся нелогичность этого вывода. «Неужели военного бюджета Соединенного Королевства хватит для содержания миллионной российской армии и закупок огромного количества боевой техники?» задавал резонный вопрос Майкл Коффман. Российские закупки уже тогда намного превышали военные затраты большинства европейских держав вместе взятых. Армии поставлялось большое количество оружия. Помимо этого, российские ученые занимались разработкой гиперзвукового оружия, такого как Циркон и Авангард, наряду с системами ПВО следующего поколения С-500. Все это было бы невозможно при военном бюджете Британии. Чтобы не возникало таких парадоксов, при расчете оборонных расходов надо было учитывать паритет покупательской способности, то есть соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемые по их покупательской способности, применительно к определенному набору товаров и услуг. И тогда взору аналитиков предстала бы совершенно иная картина. Как заявлял эксперт с учетом паритета покупательской способности, в течение последних пяти лет Россия ежегодно тратила на ОПК суммы, эквивалентные 150-180 миллиардам долларов. И это еще осторожная оценка. А если учесть замаскированные военные расходы, то речь могла бы идти о сумме до 200 миллиардов долларов. А это триллион долларов за пятилетку. И тогда получалось, что военный бюджет США превышал российские только в 4 раза, а не десятикратно. Майкл Коффман ссылался на данные исследования, выполненного по заказу Центра военно-морского анализа, CNA. В нем ученые исходили именно из паритета покупательской способности. Из этого доклада следовало, что Россия стабильно занимает четвертую позицию в мире по оборонным расходам после США, Китая и Индии. Важный момент. При этом ей не приходилось тратить много средств на содержание армии, в отличие от западных стран. На треть она состояла из призывников. Да, они уступают по подготовке контрактникам, но способны оперативно решать различные боевые задачи. Это значит, что генштаб имеет больше возможностей при расходовании выделенных ему средств. И пусть страны вроде Индии на бумаге тратят на оборонку больше, в реальности военный бюджет позволяет Москве создавать гораздо более грозные вооруженные силы. Майкл Коффман отмечал, что российские власти сохраняют оборонные расходы на одном уровне, но это не признак бедности, а здравое решение. Дело в том, что значительная часть оружия и техники была закуплена в 2011-2016 годах. Армию модернизировали. И теперь Россия не намерена пускаться в гонку вооружений, чтобы не повторять ошибок Советского Союза. В заключении эксперт делал вывод, что российский оборонный бюджет весьма долговечен и не подвержен внешним колебаниям. Не особо влияют на него и американские санкции. Между тем, политикам США он посоветовал не полагаться на искаженную информацию о военных возможностях вероятного противника. В противном случае они рискуют, как их британские коллеги век назад, не заметить, что мощь их страны приходит в упадок. Как вы считаете, друзья, есть такой риск? И согласны ли вы с рассуждениями американского эксперта Майкла Коффмана? Своими ответами на эти вопросы, а также мнением о сегодняшнем выпуске, делитесь в комментариях под видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы в числе первых увидеть то, что прямо сейчас мы для вас готовим. Оставайтесь на связи. До скорого. 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 И яส Whether your кухня была присутствующая с этим. Продолжение следует. Продолжение следует. Они готовы и готовы, особенно как вы можете видеть на их артиллерии и их оружие, это очень потрясающе, это очень advanced, они действительно имеют эту новую, новую, advanced машинку или оружие, которые вы можете действительно смотреть, что эти русские действительно серьезные и очень готовы. Пожалуйста, мне дать вам еще несколько информации. В последние 10 лет, в прошлом году, в оборудовании русского армия с новыми качествами и эффективными типами оружия. Но дело не даже в том, что оборудование русского армия, в зависимости от огромного бюджета России, американские службы боятся идти в конфронтацию с солдатами русских армией. Что такое страшное, когда сравнивать русские армии с Россией? Почему есть такие реакции от парнями? Ну, американские говорят о русском с репетацией. Для меня это очень смешно, потому что я думаю, что Америка может быть опасна о том, как русские предпринимают их оружие, потому что они действительно advanced. Вы можете видеть даже в видео, в том числе, когда он говорит историю о русских армии с историей, как он был впечатлен в русских армии. И вы можете видеть, как это тренировка, и даже в армии русских армии. Это очень потрясающе. Я надеюсь, что вам понравилось смотреть с этим, потому что я действительно понравилось слушать. И что? Кудус и респект от здесь, в Филиппинской. Спасибо большое. И если вы действительно хотите связаться с этим, то я оставлю в описании. Если вы любите этот видео, как я сделал, то просто лайк. Лайк и подписывайтесь на мой канал. И это Юн Рис Благадаг реакция. Стэмбул. Позитивый. Если вы хотите связаться с моим социальным аккаунтом, то есть здесь. Если вы хотите связаться с моим вторым каналом, то оставлю в описании. Спасибо большое. И спасибо за наши русские друзья. Всего доброго дня. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!